Пять платьев в день Просыпаюсь и не боюсь, что работы не будет Не истязаю себя мыслями Как же я буду жить, на что Заказы есть, дело двигается Я закончила училище по специальности Технологии швейного производства Работала на фабрике Но она в 1995 году закрылась Тогда многие производства вынуждены были остановиться И я тоже потеряла свой заработок Пока я сидела дома Айман начала шить наряды для любимой племянницы Хорошая работа сделала мастеру рекламу И швея начала принимать заказы на дому Сначала не хватало скорости Из-за болезни у Айман подвижны только два пальца Но чтобы не потерять доверие клиентов Девушка сидела ночами за швейной машинкой Айман получила помощь от фонда поддержки предпринимателей дому Она смогла сделать то, что давно задумывала Арендовала помещение для ателье Тетя Айман очень много работает Мы ей уже говорим Закрывайте двери ателье хотя бы в 9 часов вечера Но к ней приходят и в 9, и в 10 Она никогда не отказывает Ходит в положение клиентов За это ее и любят Из-за качества работы, конечно Половина моего гардероба придумана и сшита моей тетей Айман росла здоровым ребенком Но в 13 лет появились непонятные симптомы Ноги стали слабеть и деформироваться Подростку все сложнее стало ходить Обследования не давали результатов И врачи затруднялись с диагнозом Сначала начала портиться походка Я этого не замечала А дети в школе смеялись, надо мной дразнили Когда пришло осознание, что я отличаюсь от сверстниц Появились комплексы Стала ходить по врачам Но ни один из них не смог мне объяснить Что со мной происходит Помоги себе сам Это истина, которую жизнь заставила усвоить Айман Девушка поступила в медицинский колледж После пошла работать в больницу Помогая другим, она искала ответ на свой главный вопрос Что с ней произошло Только спустя 10 лет девушка узнала Что у нее редкое генетическое заболевание Болезнь Шарко-Маритута Она не опасна для жизни, но требует постоянного лечения Айман регулярно принимает препараты Для себя же она решила не тратить жизнь На борьбу с неизлечимой болезнью А посвятить ее любимому делу Бывает ложусь спать в 5 утра Бывает в 12 часов ночи В день стараюсь шить одно платье или костюм Конечно, основную массу заказов Составляет реставрация и подгонка одежды Такой темп работы позволяет не забыть о недуге И когда работа получается, она придает сил Вообще, с таким диагнозом Обычно прописывают массаж, лечебные процедуры, физиотерапию Не все это заменяет работа Айман пример для многих Говорят в ассоциации женщин-инвалидов Ширак Она частый гость в организации Тем, кто столкнулся с трудностями Рассказывает, как сама когда-то выдержала испытания Неуверенностью и отчаянием Но мастерство и трудолюбие сделали ее дело прибыльным Айман смогла выкупить комнату в общежитии И теперь у нее есть небольшое, но собственное жилье Айман зарабатывает не только для себя У нее получается еще и помогать семье, своим родственникам Ну и, конечно, она приносит пользу обществу Это не всегда под силу тем, у кого исключительное здоровье Для этого нужно обладать такой стойкостью, как у Айман Мне приятно быть примером другим Может, это звучит нескромно Но если твои поступки, твоя жизнь других вдохновляет на что-то хорошее Значит, ты пришел в этот мир не зря Когда я вижу людей с инвалидностью, которые живут полной жизнью Я тоже заряжаюсь и готова работать Ее трудный путь к стабильности теперь пособие для начинающих предпринимателей Айман часто зовут на семинары и тренинги делиться опытом Она рассказывает о том, как открыть свое дело Как работать с клиентами, какие инструменты господдержки доступны И непременно добавляет Свою жизнь может устроить только тот, кто не обижен на судьбу Тетя Айман даже когда болеет, не показывает этого Не жалуется Она с уверенностью смотрит в будущее Я когда смотрю на нее, понимаю, что для сильных людей не бывает преград Сені узның детский тернея армандарына детесі Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok